Очень рады быть здесь в вашем месте всегда, уже неоднократно приезжали и всегда радостно, что здесь люди собираются, которые Бога чтут и которые занимаются таким важным делом, как воскресная школа. Когда мои дети начали подрастать и уже пошли в воскресную школу, я особенно, я и до этого понимал, что это важное и трудное. Когда они пошли в воскресную школу, когда они начали что-то рассказывать о том, с чем потом преподают, что их потом учат и так далее, я увидел, насколько важное дело вы делаете, насколько важное дело Бог верил каждому из вас. Мы в своей церкви, я занимаюсь с подростками, и в принципе у нас так получилось, что подростками себя очень хотят считать дети порой и 10 лет, и с ними мы тоже занимаемся, мы им не говорим, что они дети, они подростки, как они думают. Ну и собственно говоря, тоже вместе трудимся в этом направлении. И мне бы сегодня хотелось вместе с вами поговорить, я так тему свою называл «Слуга и слуги». Что я в это вкладываю? Я бы сегодня хотел говорить о том, в первой части темы, о том, какого же слуга, какого же слуга, да, что за характер слуги такой, да, потому что Писание нам это бы говорит, мы сейчас к Слову Божию перейдем. А вторая часть темы, я бы хотел говорить о слугах, то есть как же слугам-то все вместе, правильно, Божьим слугам взаимодействовать, чтобы дело Божие, оно шло и двигалось в нужном направлении, чтобы угодный труд совершать. И Слово Божие говорит и о том, как быть слугой, и о том, как взаимодействовать друг с другом, как же быть вместе-то с другом. Вот, я бы хотел обратиться вместе с вами к Слову Божьему, Евангелие от Марка, 9 глава, я прочитаю одну историю. Вы ее знаете, но я бы хотел здесь иллюстрацию вначале привести. Значит, я буду читать с 33 стиха. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, это Иисус Христос, пришел и спрашивал учеников, О чем дорогу вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что рассуждали между собою, кто больше. Иссев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последними, всем слугой. Знаете, вот, значит, общались они друг с другом, да, как-то вот шли, и, наверное, ну, мы знаем, июль салцы такие приводились, песни такие есть, да, как Петр там говорит, я кави, меня Бог так назначил, да, еще кто-то какие-то говорили, спорили, кто же из них больше. Они в каком-то смысле и не понимали, что их ждет впереди, да, о том, что они не царство будут делить, да, они будут умирать за Христа в том числе, но вот они идут и определяются друг перед другом, кто же из них больше. Знаете, человеку очень хочется командовать порой, очень хочется управлять. У нас один молодой человек, лет одиннадцати примерно, был в детском заезде, и была, значит, командная игра, да, отрядная игра. И там был, выбирали капитана команды, капитана команды, и его не выбрали. И бумажку с картой дали другому братику. Что он сделал? Он пошел его, тихонечко, так, да, подмолодил, поддал ему, забрал бумажку, подходит к нашему брату, там ответственному за икрую, говорит, брат Саша, брат Александр, я вот, я вот, мы с ним договорились, значит, он мой зам, а я капитан. Так хочется быть капитаном, да, и так хочется быть первым. И как хочется найти в своем характере или в своих действиях, которые ты делаешь что-то, что тебя определяет как главного, первого. А Христос говорит, если ты хочешь быть первым, будь из всех последних и всем слугой. И знаете, если мы будем исследовать Слово Божие, мы увидим, как много есть таких указаний на прямую связь нашей веры, нашей веры и характера слуги, присущего нам в данный момент. Если у нас выражается характер слуги, если мы являемся слугой Божьим, то мы, соответственно, и веру имеем достойную. Мы видим, в Писании есть такие места, да, например, например, когда апостолы подошли к Господу, вот, в Луке написано 17 главе, и говорят, умножь в нас веру, умножь в нас веру. Христос сказал им сначала такое выражение, что если будете иметь веру зерно-горчичное, да, и сказали бы, смоковница, исторкись, пересадись в море, она послушалась бы вас. Все понятно, маленькую веру, и то достаточно. Но почему дальше он начинает говорить? И ту из вас, и веру, и пашущего, и посущего, по возвращению его с поля, скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли, приготовь мне по ужинам, и подпоядься в служение, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Христос указывал здесь на то, что вера человека, она прямо пропорциональна его способности служить. И ты будешь иметь веру, которая способна передвигать горы, если ты будешь понимать свое место, и способен будешь послужить Богу, послужить ближнему своему. Если ты не будешь себя как-то так возвышать, какое-то, может быть, свое достоинство защищать, но ты будешь думать, как быть полезным в Царстве Божьем, как быть полезным для моего ближнего, как послужить моему ближнему, тогда вера твоя будет расти. Мы видим другая ситуация. Когда сотник подошел к Иисусу, он говорит, я, да, человек, который находится в подчинении, у меня есть люди в подчинении, я говорю, моему слуги делает, и он делает. Он говорит о послушании слуги. И смотрите, Иисус Христос говорит, велика вера твоя. Мы видим, как люди, которые были рядом с Иисусом, слушались Его, исполняли Его повеление, слуги в Кане Галилейской, и стали участниками Божьего чуда. Мы видим, как Петр, которому Иисус сказал, подойди до крики, запрось уду, поймай рыбу, достань оттуда деньги, заплати за нас. Он все сделал, это было чудо. Чудо ведь? Ну чудо, кто из нас рыбу с деньгами ловил, да? Иногда только с их крыльями, с их крыльями в магазины приносишь, что радость, да? А тут, понимаешь, с деньгами ловил, поймай. Вера равно характер слуги. Большая зависимость, важная зависимость. И мне бы хотелось сегодня, знаете, в первой части моей темы поговорить с нами и посмотреть, а как мне понять, а я вообще Божий слуга или нет? А как мне понять, я в своем служении, которое я несу, я являю характер Божьего слуги или не являю? Вы слышали, такое выражение есть? У нас в России, ну и в принципе на территории СНГ распространено, слуга народа. О чем это? О слуге? Нет, не о слуге. Мы буквально не так давно летали с братом Москвы в юридическую конференцию, там ваши братья тоже были. И так получилось, что мы с первым лицом государства пересеклись. Ну, пересеклись, нам не дали пересечься, собственно. Наш самолет должен был вылететь в 8, вылетел в 9. Мы стоим с братом на траке от самолета, ждем посадки, заходим, и открываются ворота. Нет, не через регистрацию, напрямую, как дальше, с многих автомобилей. Я не знаю, сколько их там было. Ну, еще мне сказали, что, возможно, там даже еще и президента не было из соображения безопасности. Но так много организовали, это вопрос безопасности. Но часто слуги народа, да, в нас в понимании сегодняшнем произносится некоторая ирония. Потому что там понятно, кто кому слуга на самом-то деле, да. Но знаете, а Божий слуга? А Божий слуга, слуга народа, он кто? И мне бы хотелось сегодня вместе с вами, в первой части моей темы, перенестись во времена, когда иудеи с Израилем, они жили в Розе, но одновременно напрягались от соседства с сирийским царством. И эта история библейская, она записана в пятой главе четвертой книги царств про Неймана. Мы знаем эту историю все. Был у царя сирийского хороший, успешный военачальник по имени Нейман. В воюющем государстве, да, нам, наверное, это понятно, в связи с последними событиями, которые нас окружают, особая должность министра вороны, военачальник, да, какой-то командир. Мы видим, это особенная должность, она к царю, руководству страны приближена, ей руководство страны доверяет. И вот был успешный человек, военачальник, смелый, храбрый, но была у Неймана одна проблема, он был прокажен. И знаете, мы обычно читаем эту историю про исцеление Неймана, может быть, мы смотрим здесь на людей, и мы видим здесь царей, военачальников, пророков, израильского, царя сирийского, но для цели сегодняшнего нашего разговора я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, что на самом деле это история не о сильных, это история о слугах, которые стали соучастниками чуда Божьего в жизни Неймана. И знаете, здесь мы видим, я это считал, и сегодня хотел бы вместе с вами обратиться наше внимание как минимум на пять групп слуг, ну некоторые группы один слуга составляют, а некоторые там несколько даже человек, которые в этой истории нас чему-то учат, и которые нам служат примером. И хотелось бы сегодня, чтобы каждый из нас, и я буду тоже отвечать, проповедую, задавать себе вопрос, и молиться потом, Господи, а я соответствую вот этому параметру слуги, который явила, например, девочка, да? Мы знаем, что эту девочку, с нее начинается история, как сирияне однажды пошли отрядами, взяли в пленной земле израильскую маленькую девочку, и она служила жене Неймана, и сказала она госпоже своей, о, если бы господиной побывал у пророка, который в Самарии, то снял бы с него проказу и вам. И пошел Нейман, и передал это господину своему, говоря так, и так, говорит девочка, которая из земли израильской. Маленькая девочка, маленькая слуга, а учит нас трудолюбию, и характер Божьего слуги выражается в его трудолюбии, и я так скажу, что часть трудолюбия важная, неотъемлемая, это добросовестность, трудолюбие и добросовестность. Мы видим, что эта девочка, она написано, служила жене Неймановой. А кто она такая была, эта девочка? Она пленница. А что такое пленница? Это значит, кто-то пошел в войну, и так и написано, пошли отрядами, взяли в плен. Одна девочка, а где ее папа и мама? А может быть, их убили вообще, эти люди? И вообще-то она была у врагов в плену, но видим, что она служила, и она желала добра своей госпоже, своему господину и дому его. И я думаю, что вот именно ее трудолюбие, оно сформировало ее авторитет, авторитет слуги. Наше трудолюбие формирует наше доброе имя. И смотрите, что происходит, это просто немыслимо. Представьте себе просто эту историю, вот переложить ее на сегодняшний день. Министр обороны приходит к первому лицу государства, об этом, кстати, тоже есть качество определенное, до Димана мы дойдем, но он приходит и говорит, у меня проблема по здоровью, мы сейчас воюем с этой страной, краткое перемирие там у нас такое, это плюс-минус не очень отношение, но там есть человек, который меня может исцелить. Наверное, первое лицо государства скажет, слушай, разведка донесла, говорит, нет, шпионы? Нет, перебежчики? Нет, а кто? Да девочка, которая у меня дома прибирается, из того народа. Вот как это, вот вы представьте просто, девочка, во-первых, ему еще и жена сказала, передала слова, да? Тут еще можно сказать, что слуга и жена была хорошая, потому что он ее воспринимал. Не каждый муж воспринимает свою жену, тут проблемы и мужа, и жены бывают, да? Но мы видим, он воспринял эту девочку, он понял, что нужно сделать, он пошел отпрашивать свой царя, потому что девочка, я думаю, она очень хорошо работала, она убирала под кроватью пыль, она даже в углах прибиралась, ее не надо было перепроверять, она делала свою работу качественно. Знаете, порой мы очень хотим быстро получить какие-то результаты. Мы знаем одну притчу, где господин говорил, такие характеристики раздавал, знаете, добрый и верный раб, лукавый и ленивый раб. Знаете, бывают, ну, такие, добрый и ленивый раб. Мы как бы не хотим быть трудолюбивыми, да? Но нам важно понимать, трудолюбие, трудолюбие, оно является характерным для Божьего слуги. Томас Эдисон, такой великий изобретатель начала 20 века, конца 19-го, начала 20-го, он, ну, из самых известных его изобретений, это лампочка накаливания, он не просто ее изобрел, он сделал так, что свет загорелся во всех домах, он первый придумал электроприборы, как таковые, и сегодня то, что у нас есть дома, микроволновка, стиральная машина, на пылесос, особенно пылесос и стиральная машина, это как раз таки про него. И знаете, этот человек в свое время сказал, что многие люди упускают свои возможности, потому что эти возможности часто одеты в комбинезон и с виду напоминают работу. Он был очень трудолюбивым человеком. И знаете, когда он изобретал эту лампочку, вы, наверное, слышали такую фразу, он сказал, что я изобрет 10 способов, которые не работают. Я читал, как он создавал эту лампочку, чтобы вы представляли, у него была проблема с этим элементом накаливания. Он перебрал все, от драгоценных металлов, до просто металлов, до каких-то материалов. Они перепробовали все, они неустанно своей командой работали над тем, чтобы достичь результата. Однажды даже пришли к тому, что они пытались использовать для накаливания, для элемента накаливания усы своих профессоров. Они брали усы, вставляли в этот прибор, и они обратили внимание, что профессора из того цеха, из того отдела, да, усы горят на несколько миллисекунд дольше. Они это все записывали. И как ни странно, в этом трудолюбии, я думаю, с этим...